ой всем здрасте вечер воскресенья владимир играется с палкой для селфи надеюсь он трясти сильно не будет постараюсь постарайтесь вот и мы как обещали отвечаем на вопросы а я с палкой так начнем у нас много вопросов от ланы будем читать по одному потому что их действительно как ваши близкие сейчас реагирует на ваш переезд также точно так же как когда мы езжали да они очень за нас рады вот но к нам пока не собирается переезд выбор каждого друзья которые остались в украине с вами поддерживают связь по мере возможности проблема в том что пояса часовые очень разные потом переписываться переписываемся поговорить получается редко зазвониться но полтора года прошло пока вроде до сих пор общаются на новом месте появились ли у вас постоит настоящие друзья которые в огонь и воду появились как не удивительно но появились никогда не было до того мы с владимиром в принципе живем весьма обособлено обособлено да надеемся только друг на друга поэтому но как ни странно появились есть до него верим но он русский русский немец казах и немец казах да поэтому это как бы не канадец вот планируете ли вы в будущем учить своих детей родном языку и хотели было привести их когда-нибудь на вашу далекую за родину привести насколько как канадцы с канадским паспортом ради бога пусть даже там работает но как канадец но как канадец вот родном языку мы конечно учить будем но наседать на голове нет писать вряд ли да писать вряд ли получится особенно не нужно читать и разговаривать это да по крайней мере пытаться мы дома будем разговаривать только на русском и дети пусть выкручивается как хотят на я когда смею стрясется палка потому что она лежит на моей ноге я могу ее слушать можно сделать вот так вот вон наша недавно на свет скоро закончится но это же классно это как квадрокоптер к дальше забываете ли вы сейчас слова на русском языке или все так же как и раньше так же как и раньше забывали и на украине чудесно слова на русском языке еще не знаю английский нет тут лучше всего смеяться нельзя не смеетесь я буду за вас простите нам камера да так сегодня у нас просто свет да уже полдесятого в этом в доме снимать бесполезно вообще вы хотите побывать в америке если какие-нибудь преграды для поездки да я уже был там там уже был мы еще поедем только получим визу да у нас есть план американских городов которые нужно посетить на выходные и мы по нему проведем слон галочки поставим извиняюсь к вопросу зачем кем вы больше всего скучать если можно то по категориям еда люди место события и да и да шаурма хотим шаурмы хотим шаурмы нормально нам бы сказали что в принципе есть в инфе турецкое место где они делают шаурму почти точно также только без тонкого лаваша поэтому шарму нам конечно страшно не сказать чтобы мы ее часто ели но мы знали что вот на той-то улице она всегда есть да поэтому отсутствие шаурмы несколько но так родители да и собственно все родители родственники да места по набережной приятно было днепропетровский погулять как-то ее отсутствие я не замечаю события не хватает только концерта в океан эльзи да далеко сильно они все едут вы в торонто мы почти собрались туда поехать потому что не хватает именно вот настроение домашнего да и на толпы людей океан эльзи это вот какое-то такое нечто особенное никельбек все заменяет да не считает того что мы там сидели и сидели да ладно линкенпарком алладе спрашивает как вы познакомились с владимиром вы были его учителем он вашим учеником интересно чему это вы меня учили нет на самом деле татьяна ивановна была сверху я снизу я на пятом этаже я на пятом этаже татьяна на седьмом в разных отделах и познакомились корпоративном чате это было давно да это было давно евгений любянов я догадываюсь так первый вопрос за кими овощами вы скучаете так бывает ли такое как часто что при общении с канадцами вы их плохо понимаете бывает но исключительно в тех случаях когда они начинают ударяться в такие сериалы своей культуры канада и америка они выросли на сериалах на телевидении поэтому многие имена и события стали как бы нарицательными и они очень часто вспоминают поминают серии это эпизоды а мы вообще да или людей которых мы никогда не слышали они тут как бы известно поэтому это да ну нам поясняют и в принципе других проблемах все понятно именно на повседневном уровне там при разговорах насколько улучшился ваш английский после того как вы начали жить в канаде вопрос спорный вопрос спорный некоторых случаях улучшился понимание чтение разговор я написал однажды в блоге не столько сам английский улучшился сколько мы стали свободнее говорить на том что мы умеем постепенно улучшается очень очень медленно даже то что мы работаем в англоязычных компаниях в англоязычном обществе все равно очень медленно очень медленно но набираются сленг набирается понимание сленга набирается то что ты его не употребляешь но тоже понимаешь что тут говорят постепенно почему вы не купили какой-то джип у вас постоянно видео проблемы с тем что вы застревали в снегу мы снимали только то что мы застревали в снегу это скорее было раз за зиму раз за прошлую раз за это это владимиру хотелось хотелось куда-нибудь застрять а татьяна ванна всегда снимала потом потуги владимира как оттуда вылезти на самом деле мы не застряем не на самом деле тут все даже в очень сильные снега довольно таки трудно застрять главное выехать с драйвея потому что драйвея не чистят но их чистят со временем если сам да или сам как бы застрять здесь сложно ну вернее не как застрять можно не трясите камеру да это я просто очень эмоционально говорю даже на драйвея если ты чувствуешь что слишком много снега выйди потратить 20 минут сделай колею и ты по ней спокойно выйдешь а если хочешь застрять не выходи ничего не делай застрянешь то же самое с улицами хочешь залезть сугроб ты его всегда найдешь а джип следующая машина у нас будет жив наверное ну в смысле джип севе потому что но все-таки побольше поинтереснее так роман спрашивает какой вас мобильный оператор и почему выбрали его мтс больше нету не есть роджер в соседнем городе но они совершенно одинаковые равноценные и не трясет да я не нервирует я еще раз извиняюсь вы вырежете пол видео что ли ладно вот но в мордене он у нас один нам нужен был интернет на следующий день у нас не было машины еще чего-то там мтс был через дорогу а вот чем разница роджерс у них только телефон и мобильный интернет а мтс у них телефон и домашний интер мобильный интернет и телевидение и в общем все в одно поэтому но конечно все дорого одинаково но мы подключили одновременно телефон и и какой банк вы выбрали ну и почему его у нас rbc royal bank почему его а на тот момент у них было предложение для нее камера с бесплатными чековыми книжками у нас через дорогу от rbc и ibc в принципе все было одинаково но рбc давала чековые книжки и нам как-то там больше сам банк вдохновил что ли вот ну у банка у банка все одинаково разница только у кредит юнион если там идти в кредит юнион там они другие ставки и в принципе немножко по-другому но и работают они только локально на город 2 и все банки работают по всей канале также хотелось бы чтобы ваш влог был викли и хотя бы немного видео рыбалки рыбалка будет еще один раз мы съездили но так буквально часика на четыре без особых интересностей но я думаю что на следующую неделю можно поехать викли и вам как один день в неделю или по чуть-чуть с каждого дня уточните я могу что так что это так что у нас дальше саша у саши много вопросов про миграцию после 15 года для драйвера автомеханики мясники рабочей профессии лмой и прочее понять понять да почитайте обновленный сайт больше информации на форумах она нам не нужно мы этим больше не интересуемся следующий вопрос которым будем интересоваться это спонсорство родителей как сюда привести родственников а так вот касающиеся миграции мы уже приехали поэтому нам что происходит в пятнадцатом году к сожалению мы знаем что программа мордена работает они людей привозят постоянно нужны рабочие специальности сто процентов а другие специальности не знаю но она работает вот лёша фами здравствуйте расскажите пожалуйста работе массажиста или фитнес инструктора сколько реально найти работа по этим специальности заранее спасибо у нас на работе один из супервайзеров массажист по моему у него зарплата ну час стоит 30 долларов если эти официально какой-то массажный салон там по моему 60 баксов нет с меня берутся от баксов а сколько они при этом получаются массажисты я же смешно ну вот если совсем долларов как как частному лицу эти то 30 баксов час да как частный инструктор вы можете устроиться этому без проблем нет как обычно набить себе клиентуру и вперед насколько реально устроиться нас нету фитнес-центров у нас одна йога у нас как бы это нельзя назвать фитнес-центром я говорю у нас нет фитнес-центров спортивный клуб у нас есть спортивный клуб один и несколько салонов этой йоги и ту йогу они частно открывают каждый новый инструктор йоги открывает свой салон на этом все если еще какие то вопросы будут оставляйте под этим же видео когда там наберется хотя бы десяток десяток всем спасибо до скоро